Так выглядит сегодня единственная трасса, соединяющая юг Украины с Европой. Бездорожье, глубокие ямы и грязь простираются почти на 300 километров от Одессы до небольшого города Рени на границе с Румынией. Особенно недружелюбна эта дорога к водителям-дальнобойщикам. Они выстраиваются в огромные очереди, ожидая разгрузки своих товаров в Одесском порту. Пока ждут, приходится быть на чеку. И аккумуляторы своровать, и солярку украсть, и всё, потому что здесь очень опасно. И смотрю, что фонари хотя бы работают. Дальнобойщики стоят по обочинам трассы. Никаких условий или специализированных стоянок здесь нет. Владимир Петрович, один из сторожил, утверждает, что за 30 лет прогресс не коснулся ни организации, ни скорости выгрузки. Прошлый раз четверо суток. Пять суток можешь стоять. Недавно к ремонту стратегически важной дороги приступил Михаил Саакашвили. Он добился того, что Одесская таможня из своей сверхплановой прибыли начала отчислять деньги. Более надежных источников финансирования, например, из бюджета регионального развития, нет. Премьер-министр Украины больше года не подписывает соответствующее распоряжение. Поэтому пока латают километровые отрезки дороги. Но уже проделанная работа может оказаться напрасной. Перегруженные фуры своим весом продавливают отремонтированное полотно. Многие возят по 20 тонн, ну некоторые, а остальные возят по 40, по 50 тонн. Ну когда видишь, когда МАЗ проезжает и спрашиваешь, сколько он везет тонн, он мне говорит 46 и 56. Просто у меня нет слов. Общественники призывают власть создать оборудованные стоянки для тяжеловозов и весовой комплекс. Это позволило бы снизить нагрузку на дорожное покрытие и уберечь трассу от перегруженных фур. Мы не можем вкладывать, мы не настолько богаты, чтобы вкладывать, вкладывать каждый год, строить новые дороги. Зачем? Давайте сделаем один раз все. Область эту инициативу тоже поддерживает. Правда, предварить в жизнь не может. Ведь взвешивать машины перестали ради борьбы с коррупцией. А контролирующий орган создавать не спешат. Было заявлено, что буквально с 1 марта, с 1 апреля обновленная транспортная инспекция выйдет на дороги нашей страны. Но пока этого не произошло, и договариваться, скажем так, пока не с кем. В Украине много дорог, подобных трассе Одесса-Рени, со схожими проблемами. В ремонте нуждаются более 50 тысяч километров. Правительство заявляет, что на ремонт всех магистралей необходимо потратить около 40 миллиардов долларов. Все болтанания в настоящее время. Одесса.